Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Беременно в 16. Если вы рады, буду очень благодарен за лайк под видео, а также, ребята, подписывайтесь на канал моей жены, там выходят семейные наши ролики, где мы бываем. Почему говорю семейные? Потому что она снимает все, что происходит у нас в семье, где бываем, что покупаем, что рекомендуем. Короче, ребята, вам честно понравится, ссылка находится в описании, у меня тоже есть свой лайв-канал, но там чуть-чуть другой контент. А вот кто любит вложики, путешествия, вот эту всю семейную жизнь а-ля Дом-2, ссылка находится в описании, подписывайтесь, будет очень приятно. Потому что многие зрители даже не знают, что у меня еще есть другой канал, на который мы тоже стараемся, снимаем с качеством, со звуком, с квадрокоптером, короче, все вот такое вот необычное. Ссылка находится в описании, переходите. Ну, а мы начинаем новый выпуск. Поехали! Итак. Ну, симпатичная девчонка. Привет, меня зовут Снежана, мне 16 лет, и я из Москвы. Прям как мою жену зовут. Снежана. Снежка, хорошо. Но все мое детство прошло в Новосибирске. Там я жила с мамой и старшей сестрой Машей. Папу я не помню. Папа Снежана не принимал участия в воспитании. Мы так вместе решили, и нам так удобно. Мама ухоженная тоже. Сейчас мы не поддерживаем, и каждый живет своей семьей. Четыре года мама отдала меня в большой спорт. Я поставила на конечки, и все, она поехала сразу. Докаталась. Я с мамой очень нравится вид спорта, тигурное катание. Всегда им занималась. Мне просто нравилось именно кататься. Ну, это такой уровень был. И с кем же мы все-таки, Снежана, загуляли? Мама не смогла стать профессиональной фигуристкой, поэтому говорила, что я должна стать чемпионкой. На одном из соревнований меня заметил тренер и предложил переехать в Москву. Мама долго не раздумывала. Доченька, старшая Машенька, рано встретила свою любовь. Вышла замуж в 18 лет, и я понимала, что она уже как-то под крылом. А это еще раньше, да? Мы решили все, переехать в Москву, подали машину, квартиру, дачу. На разрыв сердца все это делалось. Все ради дочки, конечно. Так мы оказались в Москве. Мама устроилась директором в рекламное агентство, а еще стала директором моей жизни. У меня ничего не было, ни друзей, ни знакомых. То есть только лед. Там я была с утра до позднего вечера, и все. Такая была моя жизнь. За все 9 лет спортивной карьеры чемпионкой я так и не стала. А в 14 вообще сказала маме, что больше не хочу быть спортсменкой. Я мечтала жить без напряга и постоянных тренировок. Знаете, она пока вообще показывает, куда такую, типа, умную, хорошую девочку. Мама вроде не алкоголичка. Она там прям, ну, не видно, что какая-то там стерва, еще что-то. Я просто хотела погулять. Когда я смотрела в окно, там, то есть, девочки бегали. Вроде спокойная. Пока что. То, что такого у меня никогда не было, я вышла к нему. Вот, мы познакомились. Ну и все, на подружеке переключилась. И именно тот момент, когда я ушла из спорта, мне было уже пофиг. Но маме мой выбор было сложно принять. Мы из спорта уходить не собирались. Мы не к этому стремились, не к этому шли. И вот это явилось таким жутким конфликтом, трещиной в наших отношениях. Ты всю жизнь посвятила фигурному катанию. Смысл мне заниматься тем, что я не хочу делать. Фигурное катание – это ее незаконченная мечта. И поэтому она меня отдала. Это правда. Я пыталась на нее, конечно же, влиять. Но у нее сложный характер. То есть, на нее влиять получается невозможно. А дальше что? То есть, мамка воплотила свои какие-то цели. Но учиться-то все равно надо. Тогда я как раз закончила девятый класс. И готовила для мамы еще одну неприятную новость. Когда она перед актом поставила, что она не пойдет на десятый класс. Это было большим шоком. У нас с ней окончательно испортились отношения. Снежана, ну ты почему такая тупая? Для мамы важно, чтобы я училась. Потому что в ее глазах я сейчас никто. Мама говорит мне постоянно, чтобы я на сестру равнялась. Потому что старшая сестра, она всего сейчас добилась. У нее работа, зарплата, у нее квартира. Поэтому мама буквально заставила меня поступить в конечную специальность коммерческая деятельность. Для нее важно, чтобы у меня была денежная профессия. Вот это самое такое. Машенька старшая дочка. То есть, получается, она выбрала профессию не потому, что она захотела, а потому что мама. Ну и по факту коньками заниматься начала, потому что мама. Училась, успешно ведет бизнес. То есть, все у нее прекрасно. И я хотела лучшую, достойную жизнь для Снежаны. Я опять сделала так, хотела мама. И она разрешила заниматься мне тем, что нравится. Я пришла учиться в модельную школу. Ну, четко. Привет вам. Привет, доченька. Как ты себя чувствуешь? А, это старшая. Нормально. Я бы хотела тебе животик показать, чтобы ты его потрогала. Вскоре забеременела моя старшая сестра. Мама переключилась полностью на нее и перестала меня контролить. Тогда я стала чаще гулять с подругой Кристиной в новой компании. И не только Кристина. Сегодня? Ну, сейчас, да. Все равно, х**, делать. Я в кальяну. Кто плачет? Ты упатишь. Это она с ним? Я же. Это мой парень Боря. Мы познакомились, когда он гулял со своим другом Егором. А я была с Кристиной. Я думала, что это любовь с первого взгляда. И решила ей приставить. А вот Крис считала, что Боря мне не пара. Потому что он не крутой мажор, а самый обычный одиннадцатиклассник. Но я верила в то, что он перспективный спортсмен. И в будущем станет известным футболистом. О том, что я встречаюсь с Борей, маме я ничего не сказала. Она считала, что с мальчиками мне встречаться еще рано. А я тогда даже не подумала, что мама все равно... В шестнадцать это... Ты что, встречаться с мальчиками? В тридцать пять? О, то время. Нет. Встречаться, то нормально. А вот то, что ты уже в шестнадцать там жиги-миги, ну, тут уже как получилось. Я не знаю, правда у нас с Борей. Боря! У меня учителя звонят и говорят, ваши девочки, мальчик ходят и типа уводят ее куда-то там. Я не готова была к этому. Потому что она сама по себе еще как ребенок. В смысле уводят? Чуть нихрена не понял. После звонка из школы у нас был серьезный разговор. Пришлось сказать, что вот тут есть мальчик Боря, что я с ним, что с ума вообще все нормально. Но я даже не представляла, чем обернется для меня мое признание маме. Ну все, ты можешь идти, ты свободна, Снежа. Я тебя больше не задерживаю. Я не могла поверить, что мама меня выгоняет из дома, потому что у меня появился парень. Это просто дичь какая-то. Согласен. Я-то ее выгоняю для того, чтобы она испугалась. И... Не, мать, ну ты, конечно, заслуживаешь на звание мать года, блядь. Ума у тебя, а ты еще говоришь, что Снежана тупая. Сказала, мам, прости, я так не буду поступать. Как не буду, мам? Я не буду мальчиков любить, я не буду с ними встречаться, я лесбиянкой, мама, буду. Все, в монастырь женскую иду. Что за бред? Я что-то понять вообще, въехать не могу. Мать, у тебя с головы все нормально. Почему мои подружки встречаются с парнями, но их из дома не выгоняют? Я в шоке от мамы. Я быстро собрала рюкзак и пошла ночевать к Боре. Он живет в двухкомнатной хрущевке. Его отец погиб, когда Боре было 3 года. Сейчас он живет с мамой, бабушкой, тетей и двумя ее сыновьями. Так вас там дохрена. А мама работает массажистом. Народу в тесной квартирке много, но мне деваться некуда. На тот момент... Стоп, подождите. Мама, а то кто, сестра, мама, получается? Она была 16, а ей 15. Ну, это было, конечно, травмоопасно. Для меня и для Бориса. Она мне объяснила, что, оказывается, у них не очень хорошее отношение с мамой. Но я объяснила свою позицию, что как бы хорошо я к ней не относилась, я просто не имею права ребенка оставить несовершеннолетнего у себя. Наташа отвезла меня домой, чтобы поговорить с моей мамой. И закончилось это все крайне фигово. Разговор получился очень страшным. Окончательно, чем она меня, конечно, убила. Что они живут взрослой жизнью. Но я не ожидала от своего ребенка, что у нее отношения с Борей взрослые. Мне пришлось просто ребенка взять за руку и отвезти ее сначала к гинекологу, а потом... А потом все, блин. Полицию. Ей задали такой вопрос, тебя насиловали. Я сказал нет просто, и все... О, все, ребят, Шурыгина 2.0. Тут мамка, в общем-то, поняла схему, думает. Так, ага. Секундочку, сейчас что-то придумаем. Что-то где-то я с Малаховым что-то видела. Все, закончилось. Вот так мы начали свое знакомство с мамой. Оли. После этих разборок мы с Борей на три месяца разошлись. Но жить друг без друга не смогли, поэтому стали встречаться тайным. Какая романтика, прям, знаете, как Ромео и Джульетта. Они не могли быть вместе, но тайно. Чтоб никто не видел, тихонько чпокались. Я спросила у Бориса напрямую, потому что он мне сказал, мам, ну я ее люблю. Ну и я очень его просила, чтобы предохранялись. Моя мама тоже смирилась, что мы с Борей снова вместе. Наконец-то все наладилось. Я была счастлива до тех пор, пока не узнала, что я беременна. Догулялись. В тот момент я как раз была в ссоре с мамой и ночевала я у Бори. На утро у меня очень сильно заболел живот. Я думала, что это нормально. Но когда я пошла чистить зубы, мне стошнило. Боря тогда был на тренировке. Дома была его тетя Вика. Она дала мне таблетку от желудка и позвонила Наташе. Первая мысль была о беременности. Денек был еще тот. А когда вечером приехала Борина мама, я офигела от того, что она мне привезла. Тест. Борина мама притащила мне этот тест, говорит, держи, на утро делай. Мне стало как-то не по себе даже от мысли, что я могу быть беременна. Я тут же собралась, кинула тест в сумку и поехала к себе домой. Когда я узнала, что беременна, меня это очень испугало. Я положила этот тест, но у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Сначала я решила посоветоваться с Кристиной. Алло. По поводу. Алло, привет. Тогда. Я в центре. Ты взяла? Что там? Да я просто на нашем месте. Хотела, чтобы ты срочно подошла. Я смогу только на минут 15. Ну давай, я успею. Все хорошо, давай, придержи. Давай. С подругой моей у меня близкие отношения, я ей доверяю. И, соответственно, я могу ей рассказать все, что угодно. Привет. Привет. Что за дело? Короче, пипец. Я пелемен, да? Блядь, ненавижу таких, которые садятся вот так вот на лавочку, понимаете? Как свиньи, блядь. Они садятся на уголочек, а ноги ставят там, где люди нормальной жопой. Не беременна. Чего? В смысле? Ты шутишь? Нет. Свинота. Утром-то я сделала. А с Борей разговаривала? Нет. Я с неба попозже договорилась. Ты хотя бы понимаешь, ну, типа, тебе ребенок какой вообще? В каком возрасте вообще ненормально? И Боря отец, понимаешь? Какой отец? Он сам ребенок еще. Может, ребенок его изменит. Снежана, ты очень рано. Сделай аборт, пока не поздно. Значит, вы, блядь, если вы делаете ребенка. Да, вот таких вот подруг потом заводи. Она аборт сделает, потом всю жизнь детей не будет иметь. А потом скажет... Ну, я была подругой, я посоветовала правильно, потому что с Болей ей вообще ничего не светило. Ну, и у вас ничего нет вообще. Ни квартиры, собственно, жилья, ничего не доходит. А, это у нас, ребята, элитная подрастающая проститутка. Она ищет, чтобы сразу была квартира, доход, чтобы все было, понимаете? Если этого нет, то все, это не подходит. Ни квартиры, никто не работает, и будет сидеть просто на шее вроде себя. Да. Подумай еще раз, хорошо. Я в шоке от реакции, Крис. Теперь даже не представляю, как Боря отреагирует. Нормально, Боря отреагирует. Поговорить надо срочно. А? Здоров. Привет. Че, как? Беременна. Беременна? Серьезно? Угу. Я, я тут за хлебом схожу, тут за углом. Ты тут, чищай быстренько. Да. О, а она там, в общем-то, ноги ставила. А ты жопой сел. Можешь сказать ей спасибо. Я был чуть в шоке. Были мысли только о финансах максимум. Все. Больше никаких мыслей не было. Сел, задумался, типа, сколько денег надо. И все. Сколько денег надо было? Сколько там в России презервативы стоят? Дорого? Сколько денег надо было? Ну, я, блядь, задумался, да, блядь. По-моему, надо было все-таки гандоны купить. Что-то я, вроде бы, просчитался. Что-то моя математика теперь не складывается. Но ребенок это большая ответственность как бы. Да? А ты когда, блядь, писью не доставал, ты об этом не думал. Да? Ты думал, блядь, дети нахер, блядь, в поле рождаются. Приходишь так, блядь, на огород, блядь. В августе где-то, блядь. Когда все созревает. Такой смотришь, блядь. О! Давай этого черненького возьмем. Какая разница? Тем более, большие деньги нужны на нем. Как у вас так получается? Я понять не могу. Заработаем. Я увидела испуганность. Он начал загоняться по поводу денег, по поводу ответственности. Он сел и такой, типа, блин, это что, типа, теперь затратно? Что делать, где жить? Уже вот такие вот пошли вопросы. Но я ждала другой реакции. Я ждала, что он все-таки обрадуется. Сразу на обнятие я упаду в него. Я теперь переживаю, что ты как бы, типа, ты не радуешься? Да не, я рад просто, я в шоке. А как ты? Блядь. Блядь. Тест сделала, ну и задержка. Ну, тест уверен, да, что не обманул? Да, но мы можем... Блядь. Блядь. Я чисто, знаешь, на листок А4 на сало смотрю, а там, в общем-то, фигура ребенка нарисовалась. Блядь. Китайские тесты, подделка. Можно заказать на Алиэкспрессе. Ну, хорошо, как бы сходить на УЗИ. Хорошо, что хоть Боря про аборт не начал говорить. Даже не представляю, как я бы ты пережила. У него денег на аборт нету. Вдруг тест вообще врет, и я не беременна. Мы решили это проверить вместе. Завтра идем на УЗИ. А что дальше мы куда идем? Пойдем, да, потусим куда-нибудь. Он уже потусил. Сейчас Снежка можем встретиться. Мы в больничку... О, тоже Снежкой называют. Но все-таки не я один такой Снежкой называю. Снежка. Он называет его тоже Снежкой. Можно сходить? Зачем? УЗИ сделать. А что УЗИ-то делать? Да, походу, она беременна. В смысле беременна? Ты что, дурак, что ли? Я вообще не знаю, как так получилось. Ребенок в таком возрасте... Блядь, я не знаю, как так получилось. Бля, он дебил или что? Он, блядь, не знает, как дети получаются? Егор, объясни ему, блядь. Для чего вот это вот шо между ног болтается? Это просто шаг в пропасть, как мне кажется. Ты не знаешь конкретно, что будет. Но на тебя все давит. Придется решать миллион проблем самостоятельно. Все, я быстро когда собираюсь, и пойду. Тогда, если ты отец, все-таки проставочка должна быть. С тебя причитается. Выставляйся! Когда последняя менструация была? Месяца полтора назад. УЗИ будет у нас трансвагинальное. Сказали то, что это очень ранний срок, и будет уже внутрь. Внутрь все проходить. Ну, Борю в итоге выгнали. И он ушел за дверь и ждал меня там. Врач меня осмотрела и подтвердила, что я беременна. Снежка вышла, а то и сказала, что ребенку уже 5-6 недель. Я думал, вот он сейчас будет день-два. А ему, блядь, уже месяц-полтора. Да, ты дебил, конечно. Блядь, беременность день-два. А там еще говорят, что Снежка тупая, да? Не, ребят. Я думаю, пацан, а то, в общем-то, награду заберет себе. Теперь осталось самое страшное. Рассказать о беременности нашим мамам. Давайте. Своей я решила сообщить новость сама, без Бори. Хотя понимаю, это будет очень жесткий разговор. Шо в Борю кастрюле не полетела. А ты что делаешь? То, что я купила для Машеньки, перестирала, теперь глажу и раскладываю. Прелесть такая вообще. Прелесть цветочки. Какие милые. Это мне. Я себе заберу. А тебе зачем? Хочу. Да, конечно. Хочу. Тебе еще не скоро об этом думать. Да, конечно. Я беременна. Ты так не шути со мной, Снежан. Оставь меня, пожалуйста. Я и так устала. У меня уже сил никаких нет. Все не шутки. Ты я сделала. Ты сейчас учишься в модельном агентстве. Ты учишься в колледже. Какая беременность? Это полный капец. Какой ребенок? Что вы с ним будете делать? Кто его будет задержать? Боря в школе учится. Я не хочу. Боря в школе тоже? Это она в колледже, а Боря в школе. Что это слышно? Короче, у нас тут два школьника. Я боялась. Вместе с того, чтобы поддержать, мама снова взбесилась и выставила меня на улицу. А все потому, что я не оправдала ее надежд. Ну, молодая мама будешь. Бабушка, точнее. Я бы сам ребенка никогда так не поступила. Но что поделать? У нее, значит, есть какая-то в голове своя проблема, которую она пытается так выразить. Может, она так любовь свою показывает. Я не знаю, что это вообще такое, но это ненормально. Она морально не готова быть мамой, да, скажем так. Потому что она еще сама ребенок. Опять из дома ушла? Человек отвернулся от меня. Может, хоть сестра на нее повлияет. Так сестра тоже. А, она родила, по-моему. Или беременна. Беременна. Как дела? Да маму опять выгнали. Поссорились. Что опять случилось? Я беременна. Ты понимаешь вообще, что ты говоришь? Ну, не дебил. Нижан, какой у тебя строк? Недель пять-шесть. Я должна аборт сделать. Запишись в больницу, я вышлю. Блядь, господи. Семейка реально какая-то веселая, блядь. Вот мне интересно, а когда сестра говорит об аборте, она вообще понимает, что после него происходит? Ну, вот просто, вот интересно. То есть она понимает, что шансы для того, чтобы она станет снова беременной, ну, в разы уменьшаются. Вот прям в разы. А в самом худшем случае она останется вообще бесплодной. Так кого это нахер волнует? И все будет как раньше. Это было самое ужасное, потому что именно на сестру я рассчитывала. Именно на этого человека, с которым я провела все детство, и который должна была меня поддержать. От меня отвернулась вся моя семья. Ясное дело, я поехала домой к Боре. Хотя мне страшно, как Борина мама отреагирует на мою беременность. А, ты Бориной маме скажешь? Привет. Привет. Рассказывайте. Что с тестом? Беременая. Как себя не готовь, но это случилось. Для меня это все равно было шоком. Надо было сына воспитывать шоком, чтобы, блядь, пиписка между ног. Она имеет свойство делать детей, мать его, за ногу. И для этого есть как бы... Вот так покажу. Есть такая коробочка. Но это не то, что вы подумали. Но размером выглядит примерно таким же. Ну ахрена? Хе-хей. Ну что собираетесь делать? Гражать, что ли? Гражать. Да, я тоже за. Никаких абортов. Ну что вы сами планируете делать дальше? Закончить школу, поступлю. Ну вот именно. Что нужно закончить школу, поступать. И Борина мама сказала, ну что тут уже сделаешь? Все уже сделано. Поддержу, чем смогу, помогу. Вот Борина мама молодец, но сына не обучила. Чужого мне человека. Была поддержка. Что делать будем? В плане. Ну скоро с ею с деньгами. Ну где жить будем? Ну давай пока у меня побудем, а потом мы будем решать. С деньгами я решу вопрос. Найду работу. Буду работать. Школьником будешь работать? Это где ты будешь работать? Мне вот интересно. Куда там школьника устраивают? Официально? Осталось покажить у Бори. А мама мне даже не звонит. Сто процентов побежала к своей подруге Ланя, на меня жаловалась. Привет. Привет, Ланочка. Я так рада тебя видеть. Как дела вообще? Жанна ждет ребеночка. Офигеть. Она же, по-моему, на каком? На первом курсе, да? Вот в колледже. Через, да, в колледже. В 10 класс. Она не ходит, она замкнулась. Мы с ней поссорились в очень грубой форме. И я ей сказала, что если ты учиться не будешь, ты нашла себе любовь, то иди уже туда. Снежа сейчас беременная у них. И сколько такое время же длится? Недели две, наверное. Но мне кажется, надо эту ситуацию обратить в правильное русло. Три ребенка – это лучше, чем два, Оль. Все будет хорошо, Оль. Спасибо тебе, Ланочка. Нормальная подруга. Я ждала от нее все-таки первого шага, ну, осознание того, раскаяния, да, какого-то. Я ждала. Я терпела, мне было больно, но я ждала. Что ты ждала? Я жду. Десятая неделя, это у нас уже... Поэтому я первая решила помириться с ней. Привет. Привет, Саша. Я поговорить пришла. У ребеночек будет в том случае, если ты будешь учиться. Ребенка мы в любом случае оставим. Вы что этому ребенку в итоге дадите? Что вы скажете, кто вы? В смысле, что вы скажете? У тебя какая-то есть профессия или что? Все, ладно. Давай так договоримся. Будем учиться. Вы будете учиться. Ну, только не надо, чтобы вы меня очередной раз опять обманывали. Все, ладно, хорошо. Хорошо, вы будете учиться. Подожди, мы не договорились. Снежан, а семейный быт? А кто будет мне помогать? У меня еще Машенька, мне еще к Маше ехать. Опять одно и то же по кругу. Все, мам, буду учиться, все нормально. С Борей будем помогать, он тогда здесь поживет. Я не буду на себе все это вести. Вы сами должны все делать. Я так устала ютиться с Бориной семьей в тесной крущевке, что готова терпеть мамины наезды. В моей просторной отдельной комнате нам с Борей будет гораздо уютнее. Нормальная кровать, круглая. Снежка написала, вот они с мамой помирились. И она говорит, можно что-то берет туда. Это кто? Это кот или собака? А че он такая, как будто она... Какая-то у него рассветка интересная. Что это жать? Сейчас потом вещички соберу, наверное, и пойду туда уже. Там трехкомнатная квартира, это во-первых. Во-вторых, Снежке там больше нравилось. Я хотел, чтобы Снежке были комфортные мне. Ой, ну не знаю, Борь. Как же после ссоры вот этой вот с Ольгой? Посмотрим, насколько мы там останемся. Неизвестно, что ожидать именно от Ольги. А как вы собираетесь финансово планировать? Бля, кот у них, ребята, тоже какой-то интересный, лысый, а на конце хвост какой-то, как внершик. Какие-то у них животные интересные. Я буду работать. А про дуги? Как-то думали? Как проживать там будете совместно? Ну, скорее всего, чтобы не было таких ссор. Просто отдельно в одной комнате. По для себя продукты. Боже. То есть он свои деньги, она отдельно. Ну, хотя бы с ней это проговорите, чтобы мне это тоже было понятно. В этот же день Боря переехал ко мне. Дома мне очень комфортно. Было. Пока не начался настоящий трындец. Что такое, мама? О. Эй, привет. О, а слушайте, Бобик-то, у них так уши, я смотрю, такое уже. Боря, приня. Здрасте. В магазин вообще когда не будешь ходить? Так вы же ходите. Ну, я хожу, потому что вы не ходите. А сумки донести тоже нельзя? Так вы и не просили. Угу. Понятно. Нужно просить о помощи. Потому что я сам не догадаюсь. Я дебил, ребята, блядь. Что непонятно. Я как бы это, у меня, это, мой робот работает только когда команду дали. Боря, Боря, срать, Боря пошел срать. Боря, помоги, Боря, понял, все. Я прямолинейный, тупоголовый, можно так сказать. А, так слушайте, все, ребята, все обвинения это уходят. Он не отрицает, что он тупой, все. Больше об этом не возвращаемся. Просто Боря тупой, все. Боря, блядь, шо с ними? Что с ним делать, блядь? Боря, шо уж, куда, ю? Детей делать у вас получается. В хозяйство вести, вы не у вас не получается. Не, Боря, у тебя с руками тоже проблема. Как у тебя мужчиной можно вообще считать, Боря? Какой от тебя вообще толк? А че это такое, Боря? Как это можно назвать? Так я же говорю, я не могу ее сделать, что я сделал? Ну это же смешно. Мама ненавидит Борю и докапывается до него по любому поводу. Нет, я просто реально, Боря, блядь, не то, что тупой, но еще и криворукий, блядь. Есть, блядь, болтик, блядь, отверточка. Просто, блядь, вкрутить все. Боря. Я не знаю. Боря из-за этого стал чаще гулять с друзьями. А меня бесит, что я остаюсь одна. Как у тебя дела вообще? Нормально, потихонечку. Готов? Пока еще не осознаю. А когда начнешь осознавать? Тогда уже будет побольше срок. Да. О. Любимый написано. Разрывайте его сейчас. Где? Ну, пока у Сенешкина мама. И что, как она? Она же, по-моему, это, псих. Ну, не по-моему, я псих действительно. Алло. Ты чего не отвечаешь? В смысле? Я не видел звонки. Тебе раз кто звонил, это ни на смс-ки, ни на телефонные звонки, ни на пирожтрубку. А, я отдыхаю. Ничего проблема? Ну, ты время вообще видел? Ну, я скоро приеду, сейчас отдохну и приеду. Как же достали меня эти гулянки с Егором? Неужели это никогда не закончится? Почти половина срока. Четыре месяца. Я волнуюсь. Сегодняшний день один из самых важных для меня. Мы узнаем пол нашего ребенка. Ага. Добрый день. Проходите. Поднимаем кофточку вверх. Рючки спускаем немного вниз. Размеры ребеночка соответствуют 16 неделям. Видны уже хорошо ножки, ручки. Очень активные шевеления. Вам уже говорили полребеночка? Серьезно? Это у него 16 неделя? Странно. Как будто там и ни хера и нету. А у некоторых бывают ребята, так вот... Я не вижу. Нет. А знать хочется? Да. Предположительно, будет девочка. Предположительно будет? Рада, я именно ее ждала, хотела дочку. Круто, что будет девочка. Мы с Борей даже имя ей уже придумали. У нас будет Аделина. Теперь можно начинать покупать ей вещи, присматривать кроватку и коляску. Ты куда сейчас? Я на тренинг пойду сейчас. Ладно, я с Кристиной встречу. Окей. В последнюю нашу встречу Кристина наехала на нас с Борей. И после этого мы не виделись. Но я ее уже простила и даже успела соскучиться. Сейчас мне хочется просто... А, это больная подруга. ...радостью. Привет. Сори, что так долго. Ну что, как-то? Мы на УЗИ только что с Борей ходили. Ну что сказали? Сказали полуребенка. У нас будет девочка. Девочка? Нет собак. Я очень сильно хотела... А, подколола, блядь. Девочку. Ну это круто. Что круто? Ты говорил, аборт сделай, блядь, дура. Ой, это такие, знаете, вот такие... Эм... Эм... Двуликие твари, такие... Ты что, больная? Сделай аборт, для сё. У меня будет девочка. Ой, как круто, блядь. Ой. Ну, а чё Борю сам? Ой, блядь, это... Какое счастье, блядь. Пиздец. Потом уходит такая, думает, блядь, дура. Просто я бы лучше аборт бы сделала, блядь. Тупая у меня подруга, а в жизни такая... Ой, блядь, подруга, с этим я так рада. Узнали свою подругу, ребята? Это я у девочек спрашиваю. О! Молдат? Ну, он сказал, что мы вообще без разницы, кто у нас. Это Боря, такой человек, господи. Сорок раз я говорю, что он... Он... Пиздец, блядь. Сначала, блядь, короче, теперь Боря даун, а потом приборились. Боря, какой ты молодец, Боря? Боря, я отношусь так скептически. Я считаю, что он не готов ещё к серьёзным отношениям. Ну, он не нагулялся ещё, он постоянно видится с друзьями. Ему сейчас, ну, футбол, игры и там вот это всё. Ну, никак уж не семья и не ребёнок. Боря, у нас вообще идеально всё. Да ты не понимаешь то, что твоё идеальное, оно долго не продлится. Ты можешь приять это? Ну, тебе подруга. А может, Кристина права? У меня уже животик появляется, а Боря так и не нашёл работу, хотя обещал всё разрулить. Блядь, ему 16 лет, какое разруливать? Максимум бумажечки в метро раздавать, блядь. Шо ты хочешь от Бори, блядь? Боря в 10 классе учится, он думает, как контрольную списать, блядь. И так до сих пор у мамы на шее и сидим. Боря. Ну, ничего, ничего не поменялось. Взрослеть они не собираются. А, подруга пришла. Боря он абсолютно ребёнок. Я не вижу в нём никакого желания взрослеть, никакой мужской там руки. Мужчиной я его назвать не могу просто. Просто не могу. А подруга, типа, нихера не заметила, да? Типа, что там Боря стоял в двери и даже мамке ничего не сказала, блядь. Пиздец, блядь. Пиздец тоже и вообще полная... Ну, это, короче, так понимаю, просто реконструкция событий. Ну, постанова, короче. То есть такое было, но нам решили показать, как это примерно было. Поняли, да? Боря расстроился. Слышкина мама. Крайне ку** ко мне относите. Позволяет говорить всё. Мой адрес. Алло. Да, Слышкина, привет. Я сегодня у мамы, в самом деле, хорошо. Там ей помочь нам будет с симой. А, потом объясню, хорошо? Всё, давай. Он просто берёт и уходит. Мне обидно, почему ты так делаешь вообще? Снежечка, ты чё, одна? А, у вас две собаки. Почему? Боря сядет на себя. Как у вас дела дома с мамой? Ну, как обычно. Что у неё? Она часто не вносит. Перепады настроения? Ну, можно и так сказать, да. Ну, она двуличная какая-то, в принципе. Она говорит лицо, но потом за спиной уже. Другое. Много на себя берёт. Ну, короче, не знаю, чё с ней делать. Сын, ну, ничего не... Что с ней делать, блин? Грохнуть, то ли простить, не знаю. Мам, чё делать? Делать? С мамой не вступай ни в какие-то перепалки. Себе даже не позволяй вывести себя на эмоции. Угу. Всё. Окей. А чё случилось? Чё он решил там остаться? Я тут знаю. Просто мне другое непонятно. То есть сейчас уже основные расходы нужно. Всё закупать на рождение ребёнка. Кто будет об этом заботиться? Он собирается помогать вообще, нет? Буду работать. Давай на себя надеяться, Снежан. Есть ты и есть я, Снеж. Боря нам ничем помочь с тобой не сможет. Это я тебе реально говорю. Готовиться к родам надо сейчас. Я знаю, но просто что ты говоришь, но всё равно мне кажется, что он будет много. У них такая радужная перспектива. Всегда розовые очки. Ну, всё на хихи-ха-ха, в общем. Они так и думали, что это всё вяжет на меня, как бы. И они также будут продолжать жить свободной, вольной жизнью. В своё удовольствие. Я ждала, что Боря вернётся ко мне домой. Но вместо этого он написал, что нужно встретиться и серьёзно поговорить. Блядь, бл***ь. Аба, позвонить, давай по... У них такой... У меня серьёзный разговор, срочно. Надо срочно встретиться. Я сейчас тебе расскажу про твою мамку такое. Она меня дебилом считает. Здорово. Ты о чём поговорить хотел? Ой, о футболе. А чё с футболом? Ухожу из футбола сейчас. И что ты будешь делать? Сейчас отучусь и буду работать. Всё будет нормально. Я старалась не показывать, как мне больно слышать, что Боря уходит из футбола. Ведь я мечтала быть девушкой известного футболиста. А что теперь? Кем он будет? Но в то же время я поняла, что нужно работать, чтобы обеспечить нас с ребёнком. Поэтому я просто смирилась. На тот момент я просто *** делал, когда не было ребёнка. Я ходил, играл в футбол, ***, с пацанами зависал, ***. Я страдал, короче, конкретно. Когда он появился, я хоть что-то начал делать. Получился ребёнок как стимул. Я начал двигаться дальше и начинаю понимать, что для меня будет не проблема. И в 19, и в 20 зарабатывать там ради ребёнка я смогу это сделать. Ну, молодец, хорошо. Кем работать будем? Куда идём? Куда путь держим? Молодец. Боря пока работу не нашёл. Я уговорила маму взять его всё её рекламное агентство. Но очень быстро мы об этом пожалели. Я услышала от сына, что Ольга не додаёт зарплату. То есть она удерживает там даже те же 500 рублей, которые для них очень важны. Да, мама иногда забирает часть нашей зарплаты. А шо он рекламирует? Она объясняет это за тем, что мы живём у неё дома и продукты покупаем. Шо это такое? Так, умный. Бля, сложно прочитать, что это. Тариф. А, это продаёт стартовые пакеты. Боря решил искать другую работу. А я вышла на смену для стильон. Старайтесь в карте. К сожалению, она очередной раз своё слово не сдержала и в колледж она ходить не стала. А ещё из-за беременности я перестала ходить в модельную школу. Пришлось маме пообещать, что колледж модельную я закончу после рождения дочки. А пока я работаю почти каждый день, потому что деньги нам очень нужны. И Боря нашёл подработку. А ещё предложил встретиться после работы возле его дома. Романтика. Привет. Спасибо. Выходи за меня. Сколько там лет, ребят? 15 и 16. А разрешено вообще в России? В 15, в 16, типа, да? А сколько? В 17. Ну ладно. Бля, выбора особо много нету. Либо быть матерью-одиночкой. Ладно, давай. Чем чёрт не шутит? Что, уже пора. Я решил сделать просто ей приложение. Заложил почку в ломбард. Сначала мы решили сообщить эту новость Бориной маме. Ой, привет, ребят. Ой, я что? Я вижу. Покажи. Я рада за вас. Молодцы. Ну всё, раздевайтесь, проходите. Ну мне эта мамка больше нравится. Не знаю, откуда более бабки взял. Ну, это какая-то попозитивнее, чем её мама. Мне очень приятно, что Наташа так рада за нас. Мы решили отпраздновать предложение и остаться у Бори ночевать. О моей маме скажем уже завтра. Мама будет в шоке. Я немного переживаю, как мама отреагирует на новость о том, чтобы разделал мне предложение. А, у вас тут букет, в общем-то, это, не сохнет, да? Он перемещается. Но надеюсь, что она, наконец-то, порадуется за нас. Давайте. Привет. О, привет, доченька. Здрасте. Здрасте. Что, события? Предложение сделал. Не приняла. И где это было? Как это всё происходило? Боря просто сказала, выходи из меня. Как просто? Ну, Борь. Ну, как принято всё правило. Ну, вы такие яркие, красивые. Ну, можно как-то свою жизнь, вот как-то вот по-другому всё это делать? Да ну, у вас всё, у вас как обычно, через *** делает. А что я, блядь, не понравилось? Я чуть не понял. Мать, у тебя там что, ПМС или что? Что с тобой? Тебе мужика надо найти. По-моему, у тебя с головой бом-бом. Ничего не имеется. Ну, сделал предложение. Тоже лично. Она начала выяснять то, что почему не в красивом месте. Это что, надолго запомниться. Типа, я думаю, самообычное предложение сделал. Почему мне это от всего сердца? А в красивом месте это где? Это в Дубае, на Буш-Халифа, на 125 этаже. Престиж Холл-Отель. Вот это было престижно, да? А так, типа, нет, ну что? Потому что у мамы мужика нету, я тебе отвечу. Дотя, мамке просто крышу рвет. Делает Борина мама. Мне кажется, я уже привыкла, что я у нее самая плохая дочь. Мужика маме найдите, и она подобрее станет. Мы с Борей решили делать так, как считаем нужным. Потому что только нам решать, какой будет наша жизнь. Мы пошли в ЗАГС и подали заявление. Мы выбрали 11 число, потому что оно было свободно. Мы с Борей никого в курс не вставили. Мы считали, что это наше дело, это наша свадьба. Поэтому я взяла Кристины, и мы поехали в магазин свадебных платьев. А за какие бабки? Кстати, нужно проходить. Только я беременна, но я думаю, маленький размер тоже налезет. Все подберем. Смотрите, сколько красоты. Блестюльки. Снежан, нет, ты что? Перебор, да? Некрасиво вообще. Вот, хочу это. Забыла настолько идеально, я чувствовала себя такой принцессой, мне потом... Подруга. Это такое, типа, бля, ебало. Типа, мне насрать, но я должна улыбаться. Как, блядь, как чайником, перегрел бы ее. Еще корону на голову не было. Подруга вот такая у тебя. Это было неравное ощущение. Я понимала, что все, через пару месяцев я буду самой красивой и уже женой. Ну, красивое платье. А за какие бабки, я не понял? Кто спонсор выпуска? Несмотря на то, что за платье я отдала все свои сбережения и даже одолжила 500 рублей у Кристины, покупка осталась довольной. И мне очень хотелось бы скорее показать платье маме. Блядь, сейчас мама скажет. Ты шо, дура, ты шо? Я свадебное платье купила. В смысле платье, Снеж? Мы с тобой должны были вместе сделать этот выбор. Но, Снеж, не может так дочка поступить со своей мамой. Нет. Мать, ты шо, блядь, реально за голову не дружу? Шо она такого взяла? Ты шо, купила платье без меня? Просто в первом магазине уже увидела и решила... Да что за дикость-то такая? Уже завтра выходили, заявление подали. Нам назначили дату. В смысле назначили, если я должна под свой график подбирать? Мама, это моя вообще-то свадьба. Я решаю, когда... Там же праздник, там банкет будет. Это же все делается в выходной, по пятницам хотя бы. У меня рабочий день. И что, это же наша свадьба. Мы сами решим, когда надо расписаться. Ты тоже можешь отменить свои дела. Нет, я свои дела не отменю. Спасибо. Бессовестные. Да, мать! Мы так разговаривались из-за свадьбы, что мама сказала домой, мне не возвращаться. Ольга опять устроила истерику. Поэтому что делает Снежанна? Идет туда, где ее принимают. Ничего уже не хочу. Я всем сказала, что свадьба отменяется. А в чем проблема без мамы расписаться? Ну, потому что я не хочу потом пожалеть, что ее не было. Я считаю, вы должны сами за свою семью уже отвечать вдвоем. Ни мамы, ни одна, ни вторая. И никто не должен влиять. Снежкина мама просто не хотела, что мы женились. Получился такой сумбур, и в итоге мне не получилось расписаться у нас. А, они расписались? И хотя моя выходка меня расстроила, я решила, что штамм в паспорте не главное. Потому что мы с Борей уже и так семья. А свадьбу сыграть мы всегда успеем. А нахер вы платье купили? 14 дней по гарантии еще есть? Потому что оно тебе по факту уже не подойдет. Тебе пузо как бы. Я в какой-то степени даже... А потом его не будет. Обрадовалась, наверное, скажем так, что все это так у них произошло. Это было им какое-то наказание за то, что они вот так вот с нами поступают. Да, мать. Больная ты, однако. Подписываюсь под диагнозом. Я живу у Бори больше двух недель. Хоть его семья и хорошо относится ко мне, но находиться здесь мне уже очень тяжело. Но меня очень сильно напрягает там обстановка, я не могу там расслабиться. В ванной сходить, полежать я не могу. Я набираю ванну, и все эти люди начинают ходить в туалет, а там что-то кто-то стучится. В общем, домой я хочу, обратно не могу. Алло. Привет, привет. Привет. Чем занимаешься? Ну, ты ничем, морковь вблизу. Нет, где тебя сюрприз есть? Приезжай на Старый Арбат. Сейчас? Да. Наташа мне Боря позвонила. Нужно встретиться с ним, я пойду, ладно? Давай, пошли. Какой сюрприз? А, это он. Девушка, не хотите суточку искупаться в прудике за очков? Боря, это ты, что ли? Привет, моя хорошая. Привет. Это что здесь делаешь? Работаю. Как тебе? Боря, сюрприз мне понравился. Я рада, что он нашел подработку, хоть школьникам это достаточно сложно. Согласен. Пофиг, какая работа, потому что за нее платить деньги достаточно хорошая. Ты когда заканчиваешь? Так я уже закончил. Я просто тебя ждал. Давай сейчас переоденусь и пойдем погуляем. Ну, хорошо, давай. Давай. Ну, молодец. Что я могу сказать? На самом деле, молодец. Ну, тут нету, что говорить. Ладно, что что-то давали, платили. Спасибо. Давай вот это лучше. Спасибо. Ладно, пошли. Я сказала Боре, что хочу вернуться домой, к себе. Я не могу больше жить у него. Он понимает, что мне у него тяжело и тесно, поэтому согласился. Осталось только уладить все с мамой. Я звоню ей. Сначала я выслушиваю обвинение, какая я плохая. Стараюсь как-то унизиться, чтобы она меня простила, хотя прощать меня не за что. И тут она поняла, что уже она не хочет домой, да? Я понимаю, что проще извиниться, проще где-то ей подлезать, чтобы у меня все хорошо было дома. Проще где-то подлезать, ребята. Запомните это великое, в общем-то, наставление от Снежки. Проще где-то подлезать, даже если вы не правы. Ой, точнее, даже если вы правы. Все равно подлезуете. Раз мне так привязано к дому, то я должна уменьшить и делать то, что она хочет. Да. Опять дома, да? Они тут туда, тут сюда ездят. Ну так, знаете. С мамой мы в итоге помирились. И сейчас опять живем у меня дома. Когда уже начал появляться животик, мне очень сильно хотелось, чтобы Боря трогал его, чтобы он уже какие-то шевеления ребенка ощущал, потому что она очень сильно пиналась. В общем, он никак не проявлял. Забота мне была очень обидна. Я не понимаю, почему он себя так ведет. Неужели ему пофиг на малыша? Я не очень эмоциональный. Было умиление внутреннее, но внешне как-то не показывало это особо. Снежку очень сильно задевало. Это все. Боря, ты рад? Да. Я счастлив. Вот, и я как-то местами все начинал потихонечку менять. Короче, я купил две книжечки. Да ладно. Сюрприз. Кучу читать будем. Давай. Что-то я даже не ожидала от тебя такого. Жили-были дед да баба. И была у них ку- А ты для кого-то читаешь? Подожди секундочку. Не, я все понимаю, типа, ну вопрос на хрена. Сучка Ряба. Мне очень нравится вот так проводить время с Борей. В такие моменты его заботы я чувствую, что мы настоящая семья. Ну ладно. Скоро уже родится наша дочь, а мы еще ничего не купили для нее. Мы с Борей накопили немного денег и решили пройтись по магазинам, присмотреть коляску. Наши мамы тоже обещали помочь и даже начали снова общаться. Красиво накопили. Я тут сказал бы, либо у вас там должно быть выплата от государства, либо вам телеканал помог бабосом, потому что, я думаю, не просто так вы там снимаетесь. Так что, можно сказать так вот, телеканал, в общем-то, запошлял нам бабок, и мы решили купить коляску. Продолжение. В основном это были переписки, голосовые сообщения, где она, допустим, проговаривала, что нужно, что не нужно, что срочно, не срочно. Я со своей стороны покупала какие-то вещички, то, что первые необходимости, ползунки, пеленочки. А что тебе важно в коляске? Посмотри, она должна быть легкая, как минимум. Тебе легко ее возить? Не знаю. Легко. Легко? Да. Может, вообще черную. Нормально, девочка будет. Стильно. Бутная девушка будет, в черном. В общем, мы выбирали в магазинах коляску, и нам ни одна не понравилась там, и мы решили посмотреть в интернете. Борь, иди сюда. Иду. Смотри, что нашла. Что, красная? Ага. Нормально. Давай такую возьмем. Да, давай. Вот только денег на эту коляску у меня уже нет. Мы потратили их на кроватку для дочки. Ну, я помню этот выпуск. Шикарный выпуск был. Помните его, ребят? Ма. Да. Я коляску возьму. Хорошо. Вы же накопили на нее? Ну, добавить можно. Сможешь там? Так вы на нее собирались сколько времени? Ну, чуть-чуть. Добавить. Сколько она? Пять тысяч стоит? Нет. Десять? Десять. Зачем такую дорогую? Ну, мы добавим, а мы потом вам отдадим. Ну, мама, пожалуйста. Я бы... Нет, я тут соглашусь. Типа, нахера вам коляска за 40 тысяч? Ну, типа, живете вы ни хрена, ни сильно-то и мажорно. Покупать вам кроме коляски еще до хрена чего? То есть, ну, правильной траты денег я здесь не вижу. Без обид. Больше ничего не попрошу у тебя. Хорошо снижай. Срать тоже будут в коляске. И купаться будут в коляске. Он все будет в коляске. Я, естественно, я своей внучке, я сделаю подарок. Но это будет последний раз. Больше подарков для моей внучки не будет. Мамка, а ну ты, блядь, странная. Казалось бы, надо радоваться, да, такой новости, что будет ребеночек. Но я видела, что они себя не могут обслужить. Ребенка-то тем более. Тридцать недель. Несмотря на то, что мы живем с мамой, отношения у нас все равно натянутые. Хорошо, что у нас сегодня улетает к моей сестре. Машка вот-вот должна родить. Ага. Снежана, иди помоги мне вещи выбрать, какие Егору. Снежана. Иду. Иду, иду, я здесь. Ну ты же знаешь, что мне уезжать, Снеж. А вы спите. Ты на сколько едешь? Ну, около месяца, не меньше. Ты умываться, одеваться, ты не собираешься? Кто бы даже меня провожать не пойдет? Хрена себе на месяц. Я хочу спать, мама. Ты же большая, сама справишься. Нет, я-то справлюсь. Валя, короче, достала. Мать, ты реально что-то с головой. Нахрена ты ее подняла? Я тебя понять не могу. Для чего? Своим видом этим. Как обычно. Они как всегда спали. То есть они даже мне не помогли. Ни в каких вопросах абсолютно. Каких вопросах? Мам, давай я помогу тебе трусы твои сложить. А этот лифчик ты будешь брать? Ходили, не попрощались. Сразу стало легко. Квартира в нашем распоряжении. Все спокойнее и в ссор. Но наша жизнь без мамы оказалась не такой клевой, как я себе представляла. Шо, моя полка? Уже на следующий день начался пипец. Боря, иди сюда. Боря. *** какой ты. Боря, нечего жрать. Слышь, ничего, что я тебя там уже 300 раз позвала? Подожди, сейчас, сейчас, там важный матч, подожди. Есть нечего. Мясо вообще тухлое. Да что я сделал? Скажи, у меня в футбол уйдет. Боря снова без работы. Денег у нас нифига нет. Мне кажется, у Боря особо-то и не было работы. Чисто для камеры. Одел уточку и все. С того, чтобы искать подработку, он лежит и залипает в телек. Просил мамы денег. Я не буду своей мамой брать деньги. Совсем не понимаю, что ты пая, что ли? Все, короче. Что ты делаешь, скажи мне? Попросил своей мамы денег. Ты нормальный вообще? Да все, иди. И куда ты пошел? Я в шоке от Боря. Он ведет себя, как свинья. Меня от злости аж трясет. Я попросила маму скинуть мне авансом недельную зарплату. И пошла гулять с Кристиной. Нет, чтобы купить еды. Пошла гулять с Кристиной. Куда? В клуб? Нет? Просто? В Московский сити. Что такое? Да Борис дал бал, блин. Чего он опять? Я, блин, у мамы могу денег попросить, а он и своей не может попросить вообще. А я тебе говорила? Просто... У них постоянно будет вот это крутиться, вертеться что-то непонятное. Типа, просто так она не уйдет. Потому что, ну, одной остаться тоже не очень. А вот если появится человек, который будет лучше, и, ну, опора, да, какая-то, собственно говоря, появится, то тогда, возможно, она уже и может прекратить отношения. Когда я вернулась домой, он уже спал. Проснулся аж после обеда и вел себя так, типа ничего не случилось. Видимо, наша ссора никак на него не повлияла. Он так ничего и не осознал. Денисе. Собачка. Дай, давай. Заходите. Пойдем. Помой, пожалуйста, лапы с собаком. Мне тяжело, правда. Ну, собаки же твои. В смысле мои? Это наши собаки. По поводу собак начало запрягать. Я спокойно лежал, отдыхал. И думаю, что ли совсем. Спасибо тебе большое. После отъезда мамы он вел себя, как будто ему на все пофиг. Он даже не слышит и не понимает, насколько мне тяжело. Идите ко мне. Подойди хотя бы лапу вытри. Тут полотенца нет. Можешь его хотя бы принести? Фри нол. Три ноль. Нормально вообще? Может, мама была права? И Боря вообще не готов стать отцом? Да он не то, что отцом не готов стать. Он овощ, блядь. Какой отец? Ужин себе сам приготовишь. Очень неадекватный. Я думал... Ну и в принципе все, обиделся, ушел на нее. А что было до этого сказано? Просто пик и обиделся, ушел. В такие моменты у меня руки опускаются. А вместо того, чтобы извиниться, он тупо куда-то сваливает. К пацанам. Пришел, наконец-то. Наконец-то. Тебя. Кальянчик надо заказать, да? А тут? Как сон? Нормально. Ай. Думаю, сладкий, меня сейчас тебя не видел. Сори, пацанва. Задержался. Как ты задержался? Снежка там как? Что с ним? Поменялось сильно. Больше эмоций стало. Агрессирует много. Понял, я даже Снежка ничего не сказал. То, что мы сейчас здесь сидим. Просто ушел. Ну так она психовать не будет, конечно. Ты прям мастер. Так понял, она мне морду и полотенце зарядила. Я думаю, нафиг мне это надо. А вернешься, если спросить, что делал, где был, что скажешь? Ничего, я скажу, я обиделся. А как там вообще у нее сейчас фигура? Меняется с беременностью? Да нет, ну нет. Что тебе там, кто звонит? Снежка. Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Брат, ну может возьмешь? Сейчас я зломю ее. Кто из вас еще беременен? Согласен. Я ему звонила целый вечер. Перенервничала, накрутила уже себя. Вдруг что-то случилось. До двух ночи не могла уснуть. А мне еще утром, на работу. А он не работает, да? Ну да. Нагулялся. Что, не спишь? Ты где был? Гулял. С пацанами. А ничего, что я звонила? И что? Что ты звонил? В смысле, что? Что это было? Это типа ты хотел ударить? Дала бы вот так. На, Вася. Тебе регаром воняет? Ты где был? С пацанами сидел в ресторане. А мне почему не написал? Потому что мне... Я тебе конкретно сейчас говорю. Ты нормальный вообще? В смысле нормальный? Я нормальный? В прямом смысле тебе, друзья, дороже, чем я. Да, дороже, и что? У нас люди... Ты аж дебил. Ребенок с тобой будет. Ты не знаешь, что они должны быть дороже мне, чем ты? Где? О, сын, привет. Привет, мам. А здесь не уже? Так поругались, мам. Почему? Да она пыталась мне все время что-то указывать. Я уже вроде в родственной человеке, я сам решу, что мне делать. Сейчас... А не, что сказать, маме. Мам, я просто сказал, что мне как бы друзья дороже, чем она. Ну, я же как бы секунд, а маме скажу совсем другое. Трудный для нее трудный период. Потому что гормоны, перепады настроения и тому подобное. Мы должны быть с ней и контролировать, в первую очередь, свои эмоции. Ты же мужчина. Так я пытаюсь сделать себя, но она меня выводит из себя все время. Каждый раз. У нее сейчас вот так. Да. Вы созванивались? Нет. Боря, так нельзя сына наносить твоего ребенка. Я очень переживаю, что сейчас с ней и с твоим ребенком. Это очень опасно в такой период оставлять ее одну. Я тебя очень прошу, позвони, узнай, извинись, съезди, встретись, поговорите. Мама в основном говорит то, что нужно переждеть этот момент, нужно все спокойно перетерпеть. И к этим советам я прислушиваюсь. Да ты дебил. То, что прислушиваешься, молодец, ну, это никак не меняет того, что ты дебил. Понимаете, он такое ляпает, блядь, она говорит, что, друзья дороже. Да. Лучше, чем ты. Мне на восьмом месяце приходится работать, а он с друзьями шляется. От него никакого толку. Он так и не нашел новую работу или подработку, хотя обещал. Это был мой выбор, потому что эти деньги я зарабатывала для себя. Я могла сходить, сделать себе те же ресницы, купить себе то, что я хочу, косметику, джинсы и так далее. Есть за 400 вместе, есть за 200 разные. Если что, подходите. Ты же знаешь, что ты дебил. Немножко, в принципе, я могу уже собираться. Конечно, я его простила, ведь я его люблю. Дурак. А спрятать стойку, я же ж спальню клюнять ночью. Ну ладно, нам этого не показали. Уже две недели я не хожу на работу, потому что это делает Боря. Я просто веду домашние дела. Около 12 часов я была на работе, и за это время она успевала что-то приготовить, где-то убраться, где-то пыль вытереть. Когда я уже приходила домой, все было очень чисто, крайне, и был готов к ужин. Мы с Борей стали понимать друг друга и жить без ссор. На тот момент мне показалось, что у нас началась нормальная жизнь. Показалось. Не знаю, у меня фрукты. Давай, выбирай. На тот момент у Бори еще не было стабильного заработка, такого ежедневного. И у нас 2000 было всего, чтобы купить продуктов. И неизвестно, когда следующая зарплата. То есть, соответственно, мы не знали, а что мы будем кушать завтра и послезавтра. Нам нужно было взять столько продуктов, чтобы нам хватило хоть на какое-то время. Я на калькуляторе считала, чтобы ровно на 2000 вышло, чтобы мы уложились. Все, пиши на кашу. Сейчас, подожди. Сейчас приду. Пивасика пойдет, возьмет. Боря притащил какой-то гель для волос. Сколько стоит? Сейчас отравляет. У нас же сейчас денег только на продукты. Девушка, надо пробейте его. Нет, не надо нам никакой гель. Что, травишь? Потом возьмешь. Нет денег сейчас. Возьмите его, девушка. Пробейте. Чувак, у тебя 2000 рублей, жрать нечего. Я, блядь, что, сука, гель не могу купить или что, блядь? Я буду этот гель жрать за 600 рублей, блядь. Не, ну он даун, ребята, без обид, ну даун. Тебе жрать нечего, блядь. Я даже не могла подумать, что из-за какого-то геля можно так жестко поругаться. А че ты хаваешь мясо? Гель иди свой жри, блядь. Три дня я с Борей вообще не разговаривала, а он даже не пытался извиниться. Походу он не понял, насколько мне в моем положении трудно все вывозить. Пока на работе был, вот мне взял гель, дали деньги. Вот. Я придумал одну систему. После вот этой всей ситуации с гелем, я решил то, что нужно собрать эту систему, можно сказать, из конвертиков. Смотри, 6 на, ну да, и сколько нам нужно на телефоне? Ну у нас по 500 рублей тариф. 6, 1000. Постовара. Рублей 100. Так, на продукты самое главное, на неделю сколько? На продукты это в день рублей 200. Да, на продукты. Решил, что так будет лучше, чтобы не ссориться и по пустяку. Прикольно ты придумал. Извини меня за прошлый раз. Хорошо, что мы смогли вот так вот разрулить вопрос денег. Надеюсь, наши ссоры теперь прекратятся. Потом просыпаются на утро, а денег с продуктов нету, блядь. Кто-то их забрал. И на хустовары тоже. Моя сестра Маши наконец-то родила. И недавно ее выписали из роддома. Я решила позвонить и узнать, как прошли роды. Этот ребеночек дался. Еблё. Почувствуем. Как будто фильм ужасов, блядь. Это она так, она рожала, что у нее глаза полопались, блядь. Он непонятный. Я очень сильно испугалась. А что там такое произошло? Я прочитала в интернете про этот вакуум. Это очень страшно, особенно если врач что-то не так сделает. Мне ее было настолько жалко, что так все получилось. Ты там держись. Все будет хорошо. Я запаниковала. Вдруг у меня будет так же. Чтобы как-то меня отвлечь. Бля, ребят, это жестко, блядь. Я аж прозрел, блядь. Смотри, вот он мне не показалось, блядь. Боря решил сделать мне сюрприз. И подарил фотосящую. Ох, страшное дело было. А ты так бедно рожала, что у меня глаза с орбит повылилзали. Ты вот эту руку наверху вот так и вот. Ну, красиво. Чуть-чуть его ко мне разверни, чтобы надпись видно была. Смотри на себя, да. Я старался максимально ее поддерживать. Для меня было это очень важно. Я реально счастлива была. За ручку возьмитесь. Красиво фотосессия, я ничего сказать не могу. Даже надо у нас скоро мама приехать. Возвращается мама. Поэтому мы срочно навозим... Вспомнили говно, вот и оно. Мама возвращается. И? Специально взяли пылесос, начали все убирать. Но мать не оценила. Все кровати. Все сделали, все красиво, мощно. Сто пудов, мать не оценит. Скажи, а что дома срач? Мама купила. Шестик, а дай мне. А где моя демидтика? Где мои девочки? Мама дошла. Угу. Здесь Нежана, где Боря? Где они? Где мои дорогие? А что с полом? Что? Хе-хе-хе-хе. Да, мать. Вы вообще прибирались? Пылесосили? Все как обычно. Тебя вечно что-то не устраивает, мам? Вы же ждали, что я приеду. Можно было как-то все? Все убрано. Что тебе не нравится? Да все не нравится. Вот это что? Я сказала, чтобы я не видела ни напитков газированных, ни вот этого всего. Во время беременности я питалась так же, как и до беременности. То есть у меня не было никаких особых изменений. Но у меня ребенок вообще не воспринимал мясо. То есть как только я ем какую-нибудь котлету, и я сразу болевать в туалет. Но от неправильного питания меня не тошнило. Мы вообще-то старались к твоему приезду. Боря даже цветы купил. Тебя вечно что-то не устраивает. Боря, за циты спасибо, конечно. Мне приятно. Но чипсы – это удар ниже пояса просто. Ну а для чего такое делать? Началось. С первой секунды сразу предъявая, думаю. Сейчас будет что? Чтобы у мамочки было молоко, нужно хорошо питаться, правильно? Не обязательно. Я узнавала, что можно есть вообще все, что угодно. Ой, нет, это невозможно. Боря, тебя это устраивает, такой подход? Да. То есть на ребенке испытывать? Будет это неверие, не угодишь. Как обычно. Потому что, да, все как обычно. Как же мама меня выбесила. Неужели так сложно заметить что-то хорошее? Ну, скоро рожать будем. Сегодня мое последнее УЗИ перед родами. Оно проводится в отдельном блоке роддома. Мужчин сюда не пускают, поэтому я иду одна. А Боря будет ждать меня на улице. Я очень переживаю, все ли в порядке с Аделькой. Почему не впускают? Я их последний месяц был очень страстен. Вот нос, вот правый глаз, вот левый глаз. Человек смотрит на нас с тобой лицом, вот это лоб. Все. До свидания. До свидания. Прикольно. Ну, то есть головой лежит вниз, значит, все правильно. Ну, супер. Под конец беременности мне постоянно хочется бургеров. Просто от любой другой еды меня тошнит, а от них нет. Ну, там 300 не было, я взял. Вот все, что было. Нормально нахабает ли? До родов совсем немного осталось, а я постоянно думаю только об одном, о фастфуде. Хочу и могу есть только его. А одна еда лучше другой. Снежа, я гречку сварила. У меня уже есть завтрак. Нет, так дело не пойдет. Мы с тобой договаривались, что ты будешь кушать нормальную еду. Это четкая еда, Вася Ролтон. Ты что, блядь, на ней сколько поколений выросло, блядь? Я не могу есть другую еду. У меня ребенок вообще не воспринимает нормальную пищу. Эту еду ты есть не будешь. Это не обсуждается вообще. Иди кушать. Тебе что, в постель еду принести? Пойдем, Снежану гречкой кормить. Джессика, дай мне, пойдемте. С ложечки будем кормить тебя, значит. Так, пойдем. Никуда ты не денешься. Мы тебе на голову ее высыпем. Открывай рот. Открывай рот. Вот смотри, как Данечка у нас кушает. Вот видишь, какая у него? Данечка будет кушать? Ой, ты моя принцесска. Давай, Снежанечка, давай. Собака поела, и ты поешь. Покер, блядь. Там никто не парится. Даже если собака в ложку облизала и рыгнула туда, тоже ей в рот засунула, блядь. Мама, стань, я же сильно обливать буду этой едой. Она относится к собакам лучше, чем у меня. Хотелось бы, чтобы она относилась ко мне по-другому. Я тебе сказала, что этого не будет. Уйди отсюда. Мам, все, я тебе сказала. Это все неадекватное, что ли? Да, я неадекватно. Между голодом сидеть. Сиди голодом, значит. Это хоть какая-то еда, которую я могу есть нормально? Дайми, она плохая дочка. Она не слушает маму. День родов. О. Просыпаюсь я, значит, в 6 утра. И кричу, Боря, я рожаю, походу. Просыпайся. У меня воды отошли. Мама такая, блин, типа, скорую вызываем. Я сказала маме, маме никакой скорой. Потому что мне нужно сначала накраситься. Мам, бля, воды отошли. Я рожаю, бля, стоп. Стопэ. Роды отменяются. Где моя кисточка и помада, я не поняла. Бля, бля. Спокойно. Как это я буду некрасивая рожать, бля. В общем, потом мы вызвали такси и поехали в роддом. Я не знала, что меня ждет на родах и как я буду выглядеть в этот момент. Поэтому я решила, что буду рожать одна. А Боря с мамой подождусь в коридоре. А Боря вообще насрать. Боря в телефоне. Сильно, вот, достаточно переживала. Дергала, прям сидела не мог. Прям дергала, вижу, серьезно, бля, в телефоне. Спартферы с 9 утра и аж до часу ночи. Я думала, я умру. Это такое ощущение, что поезд переезжает 300 раз туда-обратно. Это просто не описать эту боль. Врач уже пришла. Я громко уже начинала говорить, что вот я хочу в туалет. В общем, не по-большому я хотела. Ребенок из меня выходил. Это чтобы тут, типа? Сливали такую трубочку, в которой нужно было дышать. Каждый раз как-то схватка шла. Вот, молодец. Не бойся, давай. Ты сильнее, ты блеешь. Я закрывала глаза, держала кресло и приставляла руку Бори. Все равно он был рядом со мной для меня. Уже начала появляться голова Адельки. И я поняла, что до нашей встречи считанные секунды. Открываете глазки. Смотрите, кто рождается. Бля, голова какая необычная, ребята, когда они рождаются. Ё, бля, посмотрите. Вот, ребята, вам показываю, как выглядит ребенок, когда он только родился, бля. Яйцеголовый. Они все такие рождаются в начале. А потом это какой-то уходит. Ну, реально, яйцеголовый. Впервые вижу, так, понимаете, первые секунды. Чтоб показали. Мы положили ребенка на грудь, и мне казалось, что она самая маленькая в мире. Мама, ты будешь пересекать по Павелисам? Да. Давай, готова? Угу. Вот. Ух ты, маздец. Поздравляю. Бля! Спасибо. Я давай там фотографировать, писать, Боря, что все, родила. Малышка лежит у меня на груди. И для полного счастья не хватает только Боря. Прям копьте Боря. Я сначала написал текст. Я тебя люблю. Ты очень сильная. Ты справилась одна, без меня, без поддержки. 3 килограмма 70 грамм. Спасибо за дочь, там, сердечки всякие. Потом я написала маме, что родила. Это просто чудо, конечно. Я видел, какие ребеночка приложили. Завтра с утра со мной хочет поговорить врач о состоянии... Бля, что у нее голова реально яйцеголовая? Блин. Я переживаю. Вдруг там что-то серьезное со здоровьем. Это, может, первое время такая голова? Напишите в комментариях. Ну, может, я просто придираюсь? Может, мне так кажется? Либо спустя какое-то время голова становится... Бля, может, я тоже яйцеголовый? А я к ребенку присрался, блядь. Вот че ты себя, блядь, видел? Не, не хочу ребенка обидеть, ну как-то. Выяснилось, что у ребенка желтуха, именно вырожденная. Это гемолитическая болезнь новорожденного. Несовместимость по группе крови возникла. Такое заболевание требует лечения с начала первых суток, что и произошло со Снежанной и ее малушкой. Прошло уже три дня после родов. Телефон разрывался от поздравлений, но отборе не было. А, уже нормально голова. Короче, если вы на родах будете присутствовать, и вам будет кажется, что у вас едется головы, не парьтесь, три дня подождите. Голова примет нормальную форму. Наверное, то отек какой-то, я не знаю. Да, уже нормальная голова. С моей стороны, я думаю, это нормально то, что, типа, дочь желтуха лежит там, ну, под ультрафиолетом. Что там такого, смогла что-то спрашивать, если каждый день, это день сурка, одно и то же. Поэтому очень спокойно к этому относился. После всего, что я пережила на родах, Боро поступил со мной очень жестко. Неужели он на выписку не придет? Неделя после рождения. Выписка, да? Нет. В этого момента я как-то особо так не волновался. А когда уже все наступило, этот момент, я уже начал, руки начались трястись, я чуть не расплакался. Я была так счастлива, но только до тех пор, пока мы не вышли на улицу. Мам, мы идем фотографироваться, после рождения Адельки, мы с Борей решили пока пожить у моей мамы, потому что здесь для ребенка есть все необходимые условия, и места больше, чем у него дома. После застолья я позвала друзей, и мы впервые пошли гулять с малышкой. Это было лучшее окончание непростого дня. Наконец-то наша семья вместе. Я очень счастлива. Надеюсь, теперь так будет всегда. Через две недели началась жопа, да? Я надеялась, что с появлением ребенка мама смягчится, и мы станем одной семьей. Но этого не произошло. Я пошел, как бы бегаю, зарабатываю эти деньги для них, чтобы у них все было. А они на это просто наплюют. То есть им это вообще как бы, им это все равно. Боря, твоя мама конкретно говорила, чтобы выкрутились сами. Вы натворили вот это все, а в итоге по факту, что вы сами-то ничего и не делаете. Для мамы финансы больная тема. И хоть Боря работает, она считает, что его денег для нашей семьи недостаточно. Боря, вот когда я увижу вот здесь денежку, хотя бы тысячу, принеси на ребенка. Я скажу, да, спасибо, зятек. Сколько? Тысячу долларов? Чтоб школьник заработал? Базаришь мне тут. Мне кажется, чисто она с этой стороны финансовая вопрекает, потому что... Ну и в принципе негде больше упрекнуть. Чуть-чуть с *** разговаривать. Накопились все вот эти обиды, которые я не допускала проявлять, чтобы с ними не поссориться. А, то есть до этого ты была просто ангелочком, ты вообще не ссорилась? Я, чтобы у Снежана молочко там было, чтобы ее не расстраивать. Я это все терпела стойко. Они даже не понимают, насколько они обижают меня. Ссора из-за денег оказалась только началом. Когда я сказала, что нам нужно съездить к Боре домой на годовщину смерти отца, у нее вообще крышу сорвало. Она дала нам время, минут 10, ну, чтобы мы собрали вещи и выгнала. Реально, это пипец. Мне было очень обидно, что мама так все восприняла. Да. Как понять, ночью помянуть? Ну, это как-то даже, ну... Нет такой даже этики, я не знаю, у людей, чтобы ехать ночью, поминать там... Ну, тем более, грудному ребенку-то зачем это? На такси прыгнуть туда, обратно прокатиться, они считают, что это, ну, вот как-то... что это нормально для ребенка. Она такси с коляской? Ой, привет. Привет. Спит? Да, спит. А что так поздно? В сторону выгнала. Понятно. Проходите. Почему? Потому что я сказала, что еду сюда. это очередная вот эта вот провокация со стороны матери, но каждый раз это просто боль. Она начала еще чуть-чуть моросить по поводу отца. Я сказал ему, не надо выяснять эту ситуацию. Как сказал, матами друг друга покрыли, и все. Вот, да, она начала драться со мной. Ну, там жестко все было. А где? Нам бой не показали? Не проблема, живите у нас. Аделина кричит, пойду я раздену, поставлю чайник. Ну что будем делать? Очевидно, здесь останемся. Ну и на сколько мы здесь останемся? До того момента, пока не появятся средства, не перейдем. А откуда средства появятся? Нужно пережить эти трудности. Они только катаются вот так вот, туда-сюда, туда-сюда. Я-то могу попробовать помириться? Делаю выбор. Либо ты у меня тут остаешься, либо одна яичка с собой к своей маме. Потому что либо мы семья, либо нет. Я выбрала остаться с Борей. Ты какой страшный кот, побритый. У меня пропало молоко. Это все из-за нервов, это все из-за того, что мама устроила скандал. Кроватки там нет. У меня ребенок сейчас спит в коляске. Это у меня тоже ложится? Угу. Я очень сильно хотела домой, потому что мне там некомфортно. Там много народу вместе с нами. Вы катаетесь туда-обратно, туда-обратно. Еще у меня ребенок неделю не мылся. То есть, я покакаю, я влажными салфетками вытру. Попу там могу подмыть, но там кран тоже. Короче, я еле воду эту настроила, подмыла попу. Голова неделя не мытая. Все тело тоже неделя не мытое. То есть, там нету душа? Ну, что поделать. Почти. В смысле, голова неделя не мытая? Я понимала, что должна быть рядом с Борей, но здоровье и комфорт дочери для меня на первом месте. Поэтому мне пришлось вернуться к маме. Привет. Дед, я подъехала. Ты выйдешь? Давай. Ты мой сладенький. А что у нее с лицом-то что? Дед Эс. Дурдом какой-то непонятный. Туда-туда катаются? Мама, вместо того, чтобы помириться, опять взяла здесь своя. Тихо, тихо. Посмотри, какой у нее грязный носик. Снежана. Что? Сама выгнала меня. Вот у нее и грязный носик. Потом пошли упреки. У нас за месяц, я так и не научилась ухаживать за ребенком. Ты можешь определиться, что ты для меня делаешь? Я не сделаю. Бутылку надо отмывать. Когда я попросила маму помириться с Борей, она будто с цепи сорвалась. Я не хочу, чтобы у нее была неполноценная семья. Почему неполноценная? Пусть он попробует заработать эти деньги. Пусть он сначала их заработает. Пусть он принесет и скажет, вот это для ребенка, я папа. Пусть он сначала докажет, что он отец. Ну, вы же видите, мать у нас успешная, как бы тоже муж есть. Ну, понят, да? Я тоже этого хочу. Так вот пусть и сделает, Снежана. Пусть сделает что-то. Только так он станет мужиком. Ты понимаешь, что эта семейка из этих бабаек. Они не сделали из него мужика. Ты это можешь понять или нет? Им только метелку в руки, да? И все. Кого они вырастили? Это ненормально. Что ненормально? Что ты мне такие вещи говоришь? Это вообще бред. Я хочу с тобой нормально общаться, как ты сейчас с Машей общаешься. Вы на расстоянии, и у вас все нормально. Я тоже хочу таких отношений. Снежана. Как мы с тобой будем общаться? Ты не понимаешь, что я не хочу здесь находиться? Потому что у меня нет нормальной семьи. Я культурный человек. Хотя, если честно, я бы отцу маму переебал бы. Ну, без обид, ребят. Ну, согласитесь, она просто больная. То есть, ну... Она не умеет нормально общаться с дочерью. Она... Не хочешь, вали, блядь. Ну, просто. Она удивляется. Это вообще какой-то... Я стараюсь, конечно, это терпеть, но мне комфортнее это терпеть, чем быть у Бори в квартире. Я привыкла просто к такой жизни, когда меня... родной человек, а я это терплю. Меня уже вообще... У меня вообще делал вот так по горло. Ты сейчас затрачиваешь мое время. Мама снова стала выгонять меня на улицу. Я не знала, что делать и попросила Бори приехать ко мне. Сейчас еще Боря получит, блядь. Я не понимаю, что мне делать. У меня сейчас выбор. Ты или мама? Я, короче, хочу, чтобы ты ко мне приехал. Там нет, ну что, видимо, ребенку? Ты скажешь, все сделаем. Решай, короче. Боря пообещал через три месяца снять для нас квартиру. Угадайте, что они сейчас сделают. Они снова переезжают опять к Боре. Блядь, сухой они вас уже переезжали. Я даже не считал. Да я не буду ждать три месяца там. Ты оставайся здесь. В чем проблема? Хорошо, тогда я остаюсь здесь. Все, решила. Я сделала выбор. Он ушел один. Ну и что? Он ушел. Что дальше? Ты этого хотела или что? Что от меня нужно, не понимаю. Я тебе просто говорю, вот я тут, Боря ушел. Я, получается, осталась одна с ребенком, у которого отца не будет. Что дальше? Я не хочу участвовать в диалоге. Да смысл участвовать, если что-то сама поставила меня перед выбором. Я Боре сказала до свидания. Ну сказала дальше. Ты что, ты считаешь, что нормально? Полно. В тот момент я окончательно осознала. Маме нужна послушная дочка, которая изо всех сил будет стараться угодить ей. Не, маме нужна эта больница псих. Потому что у них с кукухой проблемы. Теперь это точно не моя роль. От мамы нужно уходить. Но теперь решительно и навсегда. Опять? Боря, принимай. Открывай двери, Боря. А потом скажи, бля, я там голову неделю не мыла. Уже чешется. Мам! Катаются туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Ну как-то там они же голову моют. Нам же не показывают, что они приезжают к Боре домой. Там сидит такая, мама, блядь, зарыганная, грязная такая. То ли она выделывается просто. Вот сейчас я вышел, раздала лифт. Снежка тоже вышла, заплаканная вся. Я начала что-то успокаивать. Не хранася, ты лифт ждал, блядь. Она успела малую, блядь, собрать. А где ты что лифтом, блядь, два часа ждал, блядь? Я ждал лифт, блядь. Ты когда ушел, ребенок, не то что раздетый был, блядь. Я уже отошел от этих слов. Думаете, все нормально будет? Что ты переживаешь? Снег оставил нас одних. Твой выбор хватит. Сейчас у меня единственное желание. Навсегда послать и маму, и Борю. Видеть их больше не хочу. Где жить будем? Я просто хочу побыть одна. Да, уйди, оставь меня одну. Я хочу побыть одна. А, на них Бори поехала? Ну ладно. В данный момент я уже потеряла веру в нас. Я вообще запуталась. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне дальше жить. Куда я сейчас идти и где ночевать? Дома. Долго думать мне не пришлось. Опять к Бори? Нет, домой. Ты че тут сидишь, дочь? А мать как бы на дурочку упала, блядь. А че ты сидишь, блядь? Что-то случилось? Не, мам, где? Ты просто сказала, пошла нахуй, я так и ушла просто. Да, я такое сказала? А, точно. Не могу поверить, впервые в жизни мама сама пришла мириться, но после всего того, что было, мне сложно поверить в ее искренность, хотя может и стоит дать нашим с мамой отношениям последний шанс. Мы с мамой помирились. Адельке уже три месяца. В нашей жизни многое изменилось. Я все еще живу с мамой, но отношения у нас стали немного лучше. Немного лучше это как? С Борей мы тоже помирились, но видимся редко, потому что у него есть постоянная работа. Он менеджер по продажам в крупной фирме и хорошо зарабатывает. Кому вы лапшу на уши вешаете? Менеджер в крупной фирме, блядь, по продажам, зарабатывает как миллионер, да? А на самом деле, блядь, сидит на роддома, либо, я не знаю, то в костюме утки ходит. Надо же показать, ребята, в финале, что у нас с Борей стал бизнесменом уже, Вася, ездит на ламборгини, у нас подъезжает, Вася, к дому на гелике, такой, маляя, выходи, я приехал, бля. И так деньгами вот так вот делает, вот так вот. Мамки миллионер приехал. Я Снежку пришел забрать. В смысле забрать? Я сел жилье. И что там, есть все условия для проживания? Конечно, блядь. Да, вполне. Ставки на спорт, Вася, блядь. Жить хорошо, блядь. Ну и я их отпустила, как бы, да, пожалуйста. Я стал Вася капером, блядь. Теперь я, Вася, отдыхаю, Ва, буду... Это ты такой дом снял? Шикарный дом, согласен. Я офигела, когда увидела этот большой дом и не поняла, откуда у Борина него деньги. А, это не шутка была, да? Да и зачем нам такая огромная территория? Но оказалось, что жить тут будем не только мы с малышкой, а и вся Борина семья. Они решили сдавать свою двушку в Москве и договорились, что аренду пригородного дома будут оплачивать все вместе со своих зарплат. Тем более, он обходится не так уж дорого, потому что его владельцы Наташины друзья, и они сдали дом по выгодной цене. Блядь, какая-то многоходовочка непонятная. Они создали все условия комфортные для проживания. Они со временем, возможно, заработают денег и снимут себе отдельное жилье, там как-то организуют свой быт. И хочется, чтобы у них все хорошо было, конечно. А я думал, Боря начал бабки зарабатывать. Среди днем ребенка, она более стала мудрее. Она прислушивается. Честно, у меня такое чувство, что нас просто мягко говоря наебали. То есть показали просто какой-то дом, где их там показали, что типа, бля, будет там квартиру сдали, теперь тут живем. На самом деле в той же хате они живут. Давайте так. Просто то, что я заметил. Мамка дает интервью после всего-всего-всего, что было в своей обычной хате, которая маленькая, где все в том месте ютились. Поэтому не держите нас за лохов. Совместно. С переездом в этот дом моя жизнь магическим образом изменилась в лучшую сторону. Да, 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 конечно. Меня отлично живет со сборной семьей. Да. А с моей мамой у меня отношения стали практически идеальными. Прям живешь в этом доме. Привет. Как у тебя дела? Ты чего, тихонько? И с мамой отношения прям поменялись вообще, ребят. Все вообще поменялось. Какой хэппи-энд у нас. У нас уже Аделина почти переворачивается. Куда? А еще мы с Борей планируем наше первое совместное путешествие. Хотим проверить его дедушку в Германии. Блять, вы вообще начали точно ставками зарабатывать. Стопудо, уже бабки, Вася, в Германию поехать уже, понимаете. Хата у них там, все. Кстати, мы паспорта сделали. Сейчас тебе фотку покажу. Владырины. А так можно, да? Щеки на весь паспорт. Ладно, мы к тебе на выходных приедем. Адельчику поцелуйся. Хорошо. В первую очередь я своей дочери дам хорошее отношение к ней. Я никогда не буду к ней относиться так же, как мама ко мне. Ну че, короче, ребята, вот мы подошли к концу. Ну, выпуск такой, знаете. Концовка попахивает немного этим, ну... Вы поняли, чем? Неправдивая информация, скажу вам так. А вот, ну ладно. Надеюсь, что вам понравился выпуск «Новый беременна в 16». Если это так, то буду благодарен за лайк под видео. А также, ребят, напоминаю, что у моей жены ведется наш семейный влог. Канал Снежка ТВ, ссылка находится в описании. Там не только она, там я. И все, что вокруг нас. Поэтому, если вы любите такие вот семейные, необычные видосики про жизнь, обязательно переходите и подписывайтесь. Будет очень приятно, чтобы мои преданные зрители тоже находились на том канале. Стараемся, выпускаем, монтируем, качеству. Все на высшем уровне. С вами был Андрей Чент. Всем пока.